всем привет мы продолжаем рассматривать различные отечественные автомобили в масштабе 1 к 43 и сегодня я хочу вам показать довольно старую масштабную копию от производителя deep models мы рассмотрим пикап уаз и эта модель поступила в продажу в 2010 году на момент выхода новинка стоила в россии 2200 рублей в европе за нее просили 49 евро 95 центов и посмотрел сейчас цена на эти модели варьируется от 30 до 80 евро в зависимости от магазина и у дипа такой пикап предлагался только в одном варианте окраски темно-красный цвет металлик и помимо пикапа deep также предлагал классический пятидверный внедорожник черного цвета на первую модель я тоже делал видео обзор и чуть позже появился вариант милиция он выпущен меньшим тиражом и сейчас стоит чуть дороже из-за мелких навесных деталей и в 2012 году deep также показал два грузовичка уаз карго одна машина была с кабиной белого цвета вторая в темно-зеленом цвете металлик и уаз карго нет в моей коллекции но эту модель я присматриваю если она мне попадется на глаза то тоже возьму и сделаю на нее видео обзор если посмотреть на современные уазы в 43 масштабе то их не так много и долгое время deep был единственным промышленным брендом который предлагал эти масштабные копии чуть позже появились журнальные варианты сначала классический пятидверный внедорожник в серии автомобиль на службе также чуть позже был перекрас в серии автолегенды ссср и соц стран и совсем недавно появился пикап в рамках проекта автолегенды новая эпоха и он выходил под номером три и посмотрел журнальный вариант имеет ряд отличий от модели deep models во-первых в журнальной серии уже обновленная модификация с видоизмененной передней частью осветительной техникой и другими колесными дисками и конечно журнальный вариант имеет ряд существенных недочетов это и сильные упрощения которые приближают масштабную копию ближе к детской игрушке и также на мой взгляд у журнальной модели сильно занижена оконная линия и из-за этого машина выглядит не как у вас как какая-то иномарка и если вы посмотрите на современную продукцию deep models то конечно уровень проработки сильно изменился и ранние модели это некая попытка войти на рынок масштабных копий поэтому тоже deep допускал различные недочеты недоработки но впоследствии он их исправлял и очень жаль что сейчас они переключились на выпуск крупных грузовиков и автобусов а легковушки и небольшие внедорожники как-то отложили в долгий ящик и модель поставляется в довольно крупном дисплей кейсе также картонка ярко-желтого цвета и коробочка по размеру точно такая же как у модификации уаз патриот в черном цвете и тираж тоже составляет 2016 единиц с моделью поставляется сертификат с уникальным порядковым номером моя модель 648 и также на сертификате есть фотография самой модели и можно было изобразить настоящий автомобиль потому что этих машин тоже довольно много и фотографии найти не составляет проблем и давайте распакуем картоночку посмотрим на саму масштабную копию поближе и упаковка мне не очень нравится картонка хлипкая как у производителя ссм и она может порваться если вы неаккуратно будете из нее изымать модель и у меня также расклеилась одна из сторон видимо ссыхается клеевый состав но это небольшая проблема можно подклеить коробочку но тем не менее тоже оставляет не очень приятный осадок и подставка тоже имеет вес и добавляет масштабной копии больше реализму и если вы не знаете что эта модель изначально сделана из полимера складывается такое ощущение как будто это металлическое изделие очень симпатичный цвет и мне в плане окраски пикап нравится больше чем классический пятидверный внедорожник хорошо видна расшивка отдельные дверные ручки очень ажурные зеркала заднего вида наклеена фольга имитирующая зеркальце у этого автомобиля как и у внедорожника тонированы окошки и на лобовом стекле есть солнцезащитная полосочка также очень симпатично смотрятся стеклоочистители они черного цвета из фототравления также выделена черным цветом облицовка радиатора наклеили значок уаз очень симпатичные фары виднеются рассеиватели изнутри также подложка сделана в хроме и наклеены регистрационные номерные знаки правда это декаль и сейчас уже на премиум сегменте номера изготавливают объемными в бампере присутствуют противотуманки также есть небольшие буксировочные проушины из фототравления очень симпатичные колесные диски со сквозными отверстиями и сквозь отверстия просматриваются тормозные диски и тормозные суппорта также на передних крыльях установили поворотники это прозрачные детали присутствует дополнительная подножка из черного пластика и в корпусе тоже есть подножка выделенная черным цветом присутствует с правой стороны лючок для топливного бака и одна из проблем на этих моделях то что покрышки въедаются в подиум и как можете посмотреть у меня резина уже приклеилась к подставке если откручивать эту модель от подиума то нужно как-то отрезать покрышку чтобы машина отсоединилась также задней части снизу присутствует запаска выхлопная труба есть противоподкатный брус также присутствуют буксировочные проушины и вполне хорошо сделана задняя светотехника и есть небольшой шильдик пикап и скорее всего это самоклеющаяся фольга тоже выглядит довольно симпатично на заднем стекле присутствуют нити обогрева не очень аккуратно окрашена задняя стенка виднеются черные наплывы но опять же это тоже не столь сильно бросается в глаза и у этого пикапа довольно хорошо проработан кузов изнутри тоже есть специальный настил и он выглядит вполне симпатично не буду откручивать эту модель от подставки потому что она довольно хрупкая и опять же будут проблемы с демонтажом покрышек от подиума и также здесь добавили брызговички из фототравления и давайте покажу вам другие модели которые есть в моей коллекции например мы можем посмотреть пикап дача и эта машина выходила в рамках румынской журнальной серии тоже четырехдверной правда не внедорожник как уаз но тем не менее машины могут хорошо смотреться на одной полке и уаз намного крупнее чем автомобиль марки дача и у него больше грузовая платформа и посмотрел у меня не так много четырехдверных пикапов несмотря на то что подобные машины мне очень нравятся и в основном в моей коллекции обычные классические пикапы с двухдверной кабиной и с большой грузовой платформой могу вам показать еще один пикап марки tarpan эта машина выходила в рамках российской журнальной серии автолегенды ссср съемный тент тоже вполне хорошо сделан грузовой отсек на заднем стекле присутствует пластиковая защита и на этом варианте я дорабатывал заднюю светотехнику и окрасил выхлопную трубу и конечно если посмотреть на журнальный вариант и сравнить его с моделью от dip models то тоже очень много мелких деталей которые украшают более дорогостоящие изделия например брызговички из фототравления выглядят более реалистично на журнальном варианте они из толстенного пластика также у журнальной модели очень примитивные колесные диски у дипа добавили тормозную систему которая тоже украшает вид опять же дверные ручки на журнальном варианте просто обозначили краской у дипа это отдельные пластиковые элементы личинка замка у дипа обозначена серебристой краской на журнальной модели она вообще отсутствует просто какая-то грязь снизу и зеркала заднего вида у более дорогостоящего изделия тоже выглядят более симпатично и опять же стеклоочистители из фототравления добавляют более живой вид и лучше смотрится светотехника и регистрационные номерные знаки так что еще раз повторюсь это вполне хорошая модель которая может стать украшением вашей коллекции если вы собираете не только советскую технику но и более современные машины эти модели единственное стоят не так уж и дешево как журнальные варианты но еще раз повторюсь они имеют большую коллекционную ценность и доставят вам больше удовольствия если вам понравился данный видеоролик не забывайте поддержать его лайком также вступайте в мои группы в социальных сетях вконтакте и фейсбуке жмите на колокольчик и можете заглянуть на мой второй канал там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции а на сегодня это все до новых встреч пока